Хорошо известно, что уровень отношений России и Китая очень высокий. Мы привыкли к такому словосочетанию, как стратегическое партнерство. Но это больше, чем просто стратегическое партнерство. То, что сложилось между Россией и Китаем за последние годы. В экономическом плане Китай самый крупный наш торгово-экономический партнер в страновом измерении. Да, у нас есть небольшое снижение, связанное с объективными обстоятельствами. Прежде всего, со снижением цен на энергоносители. Но мы диверсифицируем наши отношения. Что меня особенно радует, объем товарооборота в высокотехнологичных областях, в сфере производства, он существенно растет за последнее время. У нас крупные проекты в сфере авиации, в сфере космоса хорошие перспективы, в энергетике, в том числе в атомной энергетике. У нас очень хорошие начинания. И я надеюсь, что они будут осуществлены в инфраструктурных проектах. Мы развиваем и дальше будем это делать, несмотря на сложности, которые здесь есть. Сейчас не буду вдаваться в переходе на обслуживание наших экономических связей в национальных валютах. Тем более, что юань будет теперь использоваться, уже используется международным валютным фондом в качестве резервной валюты. С чем я наших китайских друзей поздравляю. У нас общие позиции на международной арене по многим вопросам. И это, безусловно, является и уверен будет являться очень серьезным стабилизирующим элементом во всех международных делах. Вот мы дорожим нашими отношениями с Китаем и рассчитываем на их дальнейшее развитие.